Друзья, привет! 1 августа вступили в силу поправки в федеральный закон о животном мире в статью 24 и в федеральный закон об охоте. И во всех пабликах ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм появились посты, что Государственная Дума разрешила убивать краснокнижных животных. Не верьте этой провокации. Охота на краснокнижных животных по-прежнему запрещена и карается сроком до 9 лет тюрьмы. Это статья 258.1 УК РФ. А что же тогда изменилось? Рассказываю. В федеральном законе о животном мире и федеральном законе об охоте содержались одинаковые статьи, в которых говорилось, что убивать краснокнижных нельзя. И законодатель просто из одного закона убрал повторяющуюся норму права. И это не значит, что теперь можно охотиться на краснокнижных, так как этот запрет содержится в федеральном законе о животном мире, так как данный закон базовый и федеральный закон об охоте написаны с учетом положения закона о животном мире. То есть, чтобы было понятнее, приведу простой пример. Убивать людей в России запрещено. Это прописано в Уголовном кодексе. И в других законах данное положение не содержится. Было бы странно, если бы в федеральном законе об акционерных обществах содержалось положение, что людей убивать нельзя. И в примере с убийством краснокнижных животных все аналогично. Законодатель просто убрал повторяющуюся норму права, оставив запрет на убийство краснокнижных в одном законе. Но существует 5 исключительных случаев, при которых допускается убийство краснокнижных. Перечень случаев с 1997 года не менялся и действует уже 24 года. И сейчас в него не вносились изменения. Это первое. Устранение угрозы человеку. Второе. Охрана здоровья населения. Третье. Защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных. Четвертое. Мониторинг регулирования численности. Пятое. Обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Разрешение на добычу в перечисленных случаях выдается только рост природнадзором в установленном порядке. Разрешение единоразово и привязано к конкретному случаю, то есть на отстрел одного конкретного животного. Если это видео было вам полезно, то поделитесь им с друзьями, а также ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.